так что-то случилось на все стрим заработал оказывается до этого не работал и интересно что-то честно говоря может я что все время говорил сам собой в чате вроде бы никто не отписывался и поэтому я не и не заметил такой вот ситуации о в 20 15 минут ну если уж так все серьезно то конечно нужно будет написать кому нибудь из других игроков мастерок против верди черт сейчас проверим так как где здесь мастерок 660 вот стрим закончен не стрим продолжается ребята куда вы все окей все должно работать так то все работает во беда кто куда ушел а ой куда мне пригласили то что мне пригласил верди мастерок пвп на карте шакура с плато и это будет жарко ну что еще раз вам напомню что сегодня я стримлю залман кап разыгрывается 50 долларов для вас стримит empire skull и у нас если ошибаюсь четвертый раунд мастерок против верди знатная пвп особенно если вы бронзе а может быть даже серебре это будет отличный поучительные поучительная игра для тех кто учится хотя бы может быть даже не про но у полу про игроков а на самом деле по у полу про игроков есть чем поучиться я бы конечно безуслов я бы если было бы возможность взял бы наверное урок хотя бы послужить хоть что-нибудь нового узнать для себя мастерок расположился у нас на одном часу а верди у нас на семи часах кросс респауна идти вдалеку это разве помеха это тут разве помеха для просто нет только из-за варпов и уйдет а если бы можно было бы варпать колосс имморталов это было бы шикарно кстати если кто-то видел на ю тубе есть видео где парень использовал баг и варпла знаете кого да ребята имморталов варпать иммортал прямо в бой я не знаю как он этого добился это еще было давным-давно но он ему варпал имморталов это чума представлять у вас стоит пилон деретесь вы с гигантским количеством врачей варп имморталов прямо в бой и начинает с гигантских пушек расстреливать все что движется это было бы настоящая жесть а может быть вот именно этого не хватает для баланса кстати у верди немного позднее гейт кибернетка пошел чуть позднее гейт поэтому и кибернетка чуть позднее но в целом в целом неплохо все зависит все зависит от того собирается ли играть мастерок варгейт пуш умеет ли верди от него отбиваться после патча если кто не слышал то во первых варпать на рампу нельзя во вторых если будет биться апфорс апфорс филд там сталкер неважно кто он наверх ничего видеть не будет не блин канутся не подвар под никак ничего не сделать таким образом пофиксили вгп ой как сильно ой как сильно сейчас вгп стало очень сложно исполнять если протос умеет от него отбиваться кстати тут как-то нелепо потерявая своего раба он тут застрял между зил там и пилоном сами вы знаете наверно что пробки достаточно тупой юнит если быть честным если быть грубым вот и кстати мастерок вовремя уходит потому что если не бусин гейт то первый сталкер появляется примерно в 4 20 ребята 4 20 появляется сталкер поэтому лучше чуть-чуть раньше уйти не рисковать потому что пробка она может не только спрятаться там пропалить и ставит локацию или нет если он пуш то посмотрите что тут у него есть если также разведывать все затемнение и на крайний случай просто отправить пробку сюда на мэйн добывать вместе ресурсы на секундочку посмотрю что там со стримом надеюсь все работает так ребята прошу прощения так да работает но хорошо пошли дорогие то на некоторое время приостановил производство рабов но из-за того что здесь был добавлен газ бусты с верди вроде бы не сейл мне кажется бесполезный кстати какой-то интересный ход со стороны верди потому что аж 4 гейта добавил у нее еще плюс к этому если роботикс неужели он собирается здесь ставит локацию а пошел до варп сталкера и часового часовой однозначно лишний потому что здесь мастерка малый куда форсвилл посмотреть всего лишь два юнита можно было бы выйти их запинать хотя бы одного зелота 1 хотя бы одного зелота ну ладно если уж так себе если верди так сильно испугался но кажется мне это излишне пошел у него иммортал напоминает знаете мне что это напоминает это будет наверно быстро локация потому что скопят ресурсы ну ладно если начинает он начинает боже мой так ну ладно если колте начнет он начнет к сожалению ничего не поделать мастерок решился пойти волы в каком плане у него тут два иммортал как видите у него ставится роботикс роба бэй когда до года до заказа двух иммортал знаете для чего еще это может служить делается призм делаться роба бэй в роба бэй изучать вот этот great gravity drive да то что вы сейчас видите именно так и затем просто-напросто отвлекает протест туда-сюда туда-сюда пытается здесь избавиться но ничего не получается и очень сильно напрягает очень сильно напрягает особенно если попытается как-то добиться за сталкерами здесь протос попытается добиться салт-сталкером то просто имморту их сбрасывает поднимается сбрасывается и stalker убивается на ура Ну и дополнительно к этому, ребята, дополнительно к этому производятся колоссы, добавляются гитовые юниты. И атакуем, просто-напросто атакуем. Так, интересно, Вердис что-то здесь увидел, по-моему, он толком ничего не увидел. Летит Варпризма. Этот грейд на скорость просто-напросто обязательен. Обязательен для этого пуша, то есть для этих дропов. Только лишь потому, что Варпризму сталкера быстро догоняет, выстреливает. А хитпоинтов здесь совсем немного, 100 на 100, это ерун, да? Там несколько залпов и призму убиваете, поэтому без скорости она не сможет так быстро маневрировать. И пошло-поехало! Дваймор, ну вот то, что Варп из зилтов, мне кажется, здесь не самым лучшим ходом, только из-за того, что... Ну что, она ломается вперед, посмотрите, какие черные сталкеры, что происходит, я не понимаю, почему такие черные юниты? Афро... Афро... Афротос, ребята. Ну что, спасает своих... Здесь не только... Здесь толком не добывал ресурсы Верди, еще и форсфилды здесь однозначно излишне. Посмотрите, неужели так просто выиграет мастерок, все вроде бы неплохо у него получается. Он должен фокусить именно на этого иммортала. Сейчас можно будет зажать, поджать войска. Можно было бы, кстати, прятать в эту призму. Она стоит сталкеров, чтобы сейвить их от имморталов. И посмотрите, прячет, поднимает, опускает, поднимает, опускает, не хватает до Варпа. 62 лимита против 41. Здесь дозаказывается колосс, неужели мастерок выиграет? А ведь мне кажется, что он это и сделает, потому что у него больше боевого лимита. Сейчас при помощи призмы вообще можно наверх подняться. Иммортал весь скотс, но сейчас можно будет его догнать. И посмотрите, что он и делает! И выносит его подчистую. Верди негодует, пишет о рандоме. Так, надеюсь, без меня не начинали. Скорее всего, начали. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас город ответит. Кстати, посмотрим, что у нас там с сеткой. Забавно, не ожидал на самом деле, что так произойдет. Но мастерок очень красиво исполнил. Очень красиво. Честно говоря, я думал, что он будет его харасить, 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 и потом уже с колоссом пойдет в атаку. Но он сделал совершенно другой пуш. Кстати, это пуш получается идеально только в том случае, если ставят такую быструю локацию, как это сделал Эверди. Ну что, наконец-то меня приглашают. Опа! Кто это? Ну ладно, не будем шутить. RockSkissCraft, Safa, я, CoolT. И, кстати, я забыл сделать стоп-старт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова